Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим рацион питания, которого следует придерживаться людям, имеющим различные заболевания желудочно-кишечного тракта. А также это актуально тем, кто перенес различные инфекционные заболевания и получал антибактериальную терапию, после которой следует очень тщательно восстанавливать свой организм. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Перед вами представлен рацион питания, который состоит из трех основных приемов пищи и двух перекусов. Такое распределение трапез является наиболее оптимальным для ремиссии заболевания желудочно-кишечного тракта, а также в период реабилитации и постинфекционных заболеваний. Основным принципом такого рациона является максимальное химическое исчезение органов в условиях полноценного питания. И важной особенностью такого рациона является наличие животного белка с полноценным аминокислотным составом. Поэтому на завтрак мы рекомендуем приготовить паровой белковый омлет, добавив в него отруби. А отруби мы добавляем для того, чтобы увеличить чувство насыщения, а также нормализовать моторику и микробиоту желудочно-кишечного тракта, снизив уровень токсических метаболитов. Также на завтрак могут присутствовать слизистые каши, которые помогут создать защитный слой эндотелия желудочно-кишечного тракта. Второй завтрак может быть представлен любым кисломолочным продуктом, добавив в него свежие сезонные фрукты или ягоды. Но на ранних этапах реабилитации очень важно, чтобы эти фрукты и ягоды были термически обработаны. Обед может быть представлен любыми овощными супами пюре с содержанием крахмала, которые помимо питательной функции, также несут в себе и защитную функцию. А белковый компонент обеда может быть представлен любыми нежирными сортами рыбы, либо мяса, а также крупными или овощными гарнирами. Необходимо временно исключить потребление бобовых, а также таких потенциальных раздражителей, как маринованные овощи, грибы, шпинат, щавель и лук. Наполнник будет идеально, чтобы в вашем рационе присутствовала творожная запеканка с ягодами или сухофруктами. И в завершении дня ваш ужин будет состоять из белкового компонента с гарниром в виде овощей, чтобы не перегружать ваш желудочно-кишечный тракт. Очень важным моментом такого рациона является исключение потребления любых жареных, острых, кислых и сладких блюд. В связи с этим мы вам покажем, как максимально деликатно и легко в домашних условиях приготовить различные блюда для такого рациона. А теперь перейдем с теории на практику. Сегодня наш прекрасный и талантливый шеф-повар Авиль приготовит два основных блюда из такого рациона. Первое блюдо – это паровой белковый омлет с морковью и отрубями. И второе блюдо – это филе трески-сувид с овощами. Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! Меня зовут Равиль Тазудинов, я являюсь бренд-шефом компании «Лайнекс», которая предоставляет на вашу кухню новые, крутые, интересные и очень функциональные решения. Мы с вами приготовим очень вкусные, а главное – очень полезные блюда. И сегодня Натяна Валерьевна поможет мне с этим. Она задаст мне интересные вопросы, на которые я постараюсь интересно ответить. Итак, с чего мы начнем готовить наш рецепт? Конечно же, подготовим наши продукты. Для нашего белкового омлета нам понадобится сегодня два яйца, одна средняя морковь, конечно же, гречневые отруби, и посуда, в которой мы это все будем запекать. И начнем мы с того, что мы будем отделять белки от желтков. Делаем это очень просто. Мы хотели бы поговорить про такой метод приготовления, как сувид. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается его сущность? Прекрасно. Это очень своевременный вопрос, на самом деле. Почему? Потому что данной техникой пользуются уже аж 60 лет, даже больше. И в переводе с французского это означает «от давление». То есть, когда у нас берется какой-то продукт, например, морковь, ее запечатывают в вакуумный пластиковый пакет, чтобы туда не проникал воздух или другие вещества, дальше ее кладут в воду и при определенной температуре термостата готовят. Но наша компания сделала прорыв в этом плане и сделала мультифункциональное устройство, в котором вы можете вот эту морковку и приготовить в сувиде, а потом ее можете сразу шоково заморозить. Представляете? То есть, у нас работает наш агрегат в температуре от плюс 80 градусов до минус 40. И называется он «НЕО». Выглядит он примерно вот так вот, как такой вот шкаф. Итак, вернемся к омлету. Что мы делаем? Мы разбили два яйца. Дальше что мы делаем? Взбиваем наши яйца. Ни в коем случае не используем венчик, потому что он разрушает структуру белка. Используем вилочку. И делаем как бы вот такие вот круговые движения вилочкой. Чуть-чуть взбивая наш белок. Видите, он получается очень эластичный и насыщенный воздухом. После чего нарезаем морковь. И морковку вместе с овощами. То есть, у нас же сегодня мы не только одно блюдо готовим, правильно? А готовим сразу два. Мы нарежем и на рыбу, которая у нас как раз была приготовлена в сувиде, как вы правильно сказали. В омлет мы точно будем использовать мелкий кубик, для того, чтобы наша морковка приготовилась быстро. Равель, а скажите, пожалуйста, если мы говорим о сувиде в домашних условиях, возможно ли это как-то перенести на домашнюю кухню? Конечно, возможно. Но для этого вам понадобится более мелкое оборудование. То есть, существуют маленькие кухонные термостаты, которые, во-первых, стоят очень недорого, ну, то есть, по сравнению с большой техникой, да, и выполняют они практически тот же функционал. Но для этого вам обязательно нужно купить либо маленький домашний вакууматор и использовать рифленые мешки для приготовления блюд в сувид, либо вы можете использовать такие замечательные мешки, как зиплоки. Они многоразовые, вы можете их мыть и в посудомоечной машине, и в ручном режиме. Нам осталось нарезать кабачок и баклажан, но их мы будем использовать для нашего второго блюда, для рыбы. И будем использовать как подгарнировку. Вы знаете, что такое подгарнировка? Расскажите. Ну, смотрите, у нас, к примеру, есть основной продукт, да, вот вы очень хорошо, когда рассказывали про меню, допустим, диетического какого-то стола, вы говорите, что нужно есть овощи. И это абсолютно правильно. Обязательно. Почему? Потому что это же хорошо действует на перистатику нашего кишечника, да? И для того, чтобы наши овощи правильно приготовить, их нужно готовить не очень долгое количество времени, правильно? Чтобы у нас сохранились витамины, макро-микроэлементы. Вот для этого мы сегодня как раз будем использовать наш набу. То есть мы, по сути, приготовим сразу два блюда за очень короткий промежуток времени. Меньше, чем пять минут. В домашних условиях также, конечно, это всё можно очень легко сделать, но используя, например, обычную духовку. То есть для того, чтобы вам повторить историю пароконных томатов, вам всего лишь нужно в лоток налить немножко воды, закрыть ваше блюдо фольгой и дать конкретное время, которое я сегодня скажу, настояться. Итак, овощи наши порезаны. Дальше. Для нашего омлета мы берём специальную жаропрочную посуду, добавляем туда немножко моркови, распределяем полностью по всей нашей мисочке, после чего заливаем нашу белковую массу в ёмкость, полностью её распределили, после чего сверху для небольшого хруста мы добавляем отруби, мы ставим на перфорированный лоток одно наше блюдо, берём опять-таки перфорированный лоток и делаем как бы такую небольшую подушку из наших овощей. После чего, про сувид мы с вами сегодня поговорили, и в нашем сегодняшнем случае этот рискат, который я готовил в сувиде, как вы можете видеть, вот этот вакуумный пакетик, да, в котором как раз-таки, видите, сохраняется и белок, и все наши прекрасные, замечательные составляющие нашей рыбы. Мы вскрываем наш пакет, достаем нашу замечательную вкусную рыбу, после чего мы отправим это всё в наш замечательный паракминтомат. Что хотелось бы сразу сказать про наш замечательный Linux Naboo. Он у нас подключён к Wi-Fi, и вы всегда можете находиться с ним в сети, и скачивать, управлять своими рецептами, которые вот вы видите, сегодня у нас мы составили наше небольшое меню, и что нам нужно для того, чтобы эти все блюда приготовить. Да, нам просто нужно будет сначала взять и загрузить наше блюдо в паракминтоматах. Пожалуйста, что мы делаем? Всё, что нам остаётся сделать, это перенести рецепты на рабочий стол нашего аппарата. И видите, у вас сразу показывается, на каком уровне у вас готовится ваш рецепт, и сколько времени осталось до приготовления нашего замечательного блюда. И, например, если происходит такая ситуация, что мы видим, что, например, мы сделали треску сувид, и 6 минут ей много готовится. И что нам нужно сделать? Всего лишь нажать на нашу иконочку, иконочку, и вот, пожалуйста, 4 минуты, у нас всего будет готовиться наше блюдо. Да, Равиль, ещё возникает один вопрос. Конечно, какой же? Безопасность такого метода, как сувид. Расскажите, пожалуйста. Смотрите, безопасность на самом деле полная. Да, учитывая низкотемпературный метод приготовления. Конечно. Но при этом, как и в любом методе, есть свои плюсы, но и есть свои ограничения. То есть при методе сувид нельзя готовить, например, при 60 градусах, больше, чем 16-18 часов. Почему? Из-за этого развиваются определённые микроорганизмы, которые плохо влияют на пищеварение и, в принципе, жизнедеятельность человека. Поэтому, если вы готовите что-то в сувиде, то, скорее всего, вам нужно что сделать? Рассчитать, во-первых, размерность вашего куска, то есть не делать его совсем большим, чтобы, к примеру, он у вас мог готовиться от 1 до 2 часов времени. Также вы должны его хорошо замариновать, то есть добавить соль, специи, например, оливковое масло по своему желанию. И после уже его сувидеть. И тогда вы получите максимально полный результат от этой техники. Ну, прекрасно. Ну, я думаю, что сейчас с вами сможем попробовать. В полной мере. Конечно. Смотрите, наше блюдо уже готово. Linex Naboo сам подсказывает, с какого уровня какое блюдо нужно взять. И смотрите, как прекрасно получились наши рецепты. Итак, всё, что нам нужно сделать сейчас, это, как я уже сказал, в красивую тарелочку красиво выложить в наши прекрасные блюда. И смотрите, за счёт того, что мы готовили в сувид, здесь оно готовится очень мало времени. Всего 5 минут нам понадобилось, для того, чтобы, по сути, у нас приготовились овощи и прогрелась наша рыба. После чего мы смешиваем наши овощи и делаем такую замечательную, смотрите, красивую, пёструю подушечку из наших овощей. Мы берём и добавляем к этому всему два кусочка рыбы. Итак, после чего мы чуть-чуть добавим зелёного салата. Первое блюдо у нас готово. Следующий паровой омлет, с ним мы не будем ничего умудрить, потому что, в принципе, это само по себе уже очень вкусное, самостоятельное блюдо. Мы его единственное, что положим, также на красивую тарелочку. Чуть-чуть я сверху добавлю ещё отрубей, для того, чтобы был небольшой хруст. И также чуть-чуть добавлю салаты. Я очень люблю зелёные и свежие салаты. В свои блюда я очень люблю добавлять свежие листовые салаты. Ребят, смотрите, это смотрится прекрасно, на вкус это тоже чудесно. Это даёт такую свежую изюминку вашим блюдам. И ещё это делает что? Это даёт длительное насыщение, и количество перекусов сходит к минимуму. Ребят, длительное насыщение, зелёные салаты. В каждое блюдо. Итак, друзья, мы приготовили с вами вкуснейший, крутейший паровой омлет. Мы с вами приготовили треску сувит. Для этого мы использовали оборудование от компании Лайнекс. Конечно, использовали крутые рецепты, которые мне написали. Я хотел бы вам пожелать здоровья и приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова